Здравствуйте! В эфире новости на телеканале АКТИС в студии Мария Бачина. Сегодня в выпуске. Нет алкоголизации. В Ангарске проходит месячник по борьбе с нарушениями в розничной продаже спиртных напитков и инцидентами, связанными с их употреблением. Толчок к развитию. На сферу образования в Ангарске за три года дополнительно выделят 500 миллионов рублей. Учителями славится Россия. Педагоги города нефтехимиков собственными силами организовали грандиозный концерт. А теперь обо всем подробнее. Социальная политика на благо каждого жителя. Вот уже 15 лет проект с таким названием реализуется на территории Ангарского округа. Его главная цель – поддержка малоимущего населения. Для этого местным предпринимателям предложено продавать часть значимых товаров с минимальной торговой надбавкой. В честь юбилея программы ее участников отметили благодарственными письмами. В этой жизни всегда будут люди, которым в силу тех или иных обстоятельств приходится тяжелее, чем другим. Люди малообеспеченные, люди в сложных жизненных ситуациях. Никто не застрахован от каких-то внешних факторов. Поэтому прийти на помощь этим людям в это время – это хорошее благородное дело. Это действительно дело людей с широкой душой. Муниципальный социальный проект создан в кризисном 2008 году. Тогда его основную идею поддержали 15 предпринимателей. Сейчас их насчитывается более 100. Это продуктовые магазины, мастерские по ремонту, химчистки, парикмахерские и другие. Все они помогают сохранить ангарчанам семейный бюджет. Государственная дума приняла законопроект о поддержке предпринимателей, которые трудоустраивают участников спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Нижней палаты парламента. В соответствии с принятым законопроектом, компаниям, которые берут на работу участников и ветеранов боевых действий, присвоят статус социальных предприятий. Бизнес благодаря этому сможет получать различные государственные льготы. Примерили боевое снаряжение и оказали первую помощь пострадавшему. В Ангарске прошла традиционная акция «День призывника». Ее участниками стали старшеклассники и студенты образовательных учреждений округа. Представители войсковых частей рассказали будущим новобранцам об армейских буднях, продемонстрировали работу служебных собак и научили разбирать и собирать оружие. Через некоторое время вам предстоит создать свои семьи, быть защитниками своей семьи, заботиться о своих родителях. Я уверен, что в этом строю настоящие патриоты нашей Родины. Как отметил военный комиссар Ангарска Александр Сурин, подобные мероприятия способствуют патриотическому воспитанию молодежи, а также помогают определиться с будущей профессией. Акция «День призывника» проходит в округе каждые полгода. Ситуация с обеспечением топливом дизель-генераторных электростанций в Катангском районе нормализована. Вопрос накануне обсудили на совещании под руководством первого заместителя губернатора Иркутской области Романа Колесова. В Ербогачуне сформировали запас в 835 тонн дизтоплива. По реке Нижняя Тунгуска транспортируют еще 40 тонн и почти 50 загружают в селе Подволошино. Этого количества хватит для бесперебойной выработки электроэнергии до января будущего года, то есть до становления зимних дорог. В Ангарске с 11 сентября проходит месячник профилактики алкоголизма. Накануне состоялось очередное заседание межведомственных комиссий по вопросам потребительского рынка и делам несовершеннолетних. Основными темами обсуждения стали нарушения в розничной продаже спиртных напитков и инциденты, связанные с их употреблением несовершеннолетними. Так, только в мае текущего года зафиксировано 8 фактов поступления подростков в городскую детскую больницу в состоянии опьянения. Как отмечают специалисты, порой приобретать сгорячительные напитки детям помогают взрослые. Если мы говорим о отравлениях несовершеннолетних, то это ситуативные. То есть это, как правило, либо какие-то праздники. То есть 1 мая, 9 мая выпускные, последние звонки. Вот почему у нас достаточно большой всплеск получился отравлений в этом году май-июнь. То есть если смотреть по датам отравления, как раз было либо к дню рождения чего-то, либо каким-то массовым выходным праздником. Сотрудники полиции регулярно проводят рейды по местам, которые запрещены для посещения детьми. Так, за время летних каникул подростками совершено более 15 административных правонарушений. Накануне на автотрассе в Усолье-Сибирском 40-летний водитель грузового автомобиля сбил пешехода, пересекающего дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает региональная пресс-служба МВД. От полученных травм 44-летний мужчина скончался на месте. В 10-15 метрах от меня пешеход выскочил за отбойника с левой стороны и побежал на перерез дороги. Я начал оттормаживаться и уходить вправо на обочину, чтобы избежать столкновения. Ну и получается он не ударился уже в левый борт. По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято правовое решение. К другим темам. Образование лежит в основании пирамиды всей нашей жизни. Все направления этой сферы деятельности получили новый толчок в развитии, а именно дополнительное финансирование. Подробности смотрим в сюжете. Региональную субсидию, выделенную Ангарску, направят на приоритетные программы, в том числе и на образование. На то, чтобы привести в порядок все учебные учреждения округа, на следующие три года из областной казны выделено более 500 миллионов рублей. Так, почти одну четвертую часть дополнительных средств потратят на реконструкцию здания школы номер 37, расположенного в 178 квартале. Проект предусматривает ремонт кровли и фасада, замену оконных блоков, сантехнические, электромонтажные и другие работы. Капитальный ремонт данного здания и передача его под начальную школу 37-й школе вызван тем, что у нас квартал густо населен, и здесь достаточно немного образовательных организаций, которые бы смогли принять всех тех детей, которые проживают в этом районе. Именно в квартальской части Ангарского городского округа больше всего тех школ, которые обучаются в две смены. Вот для того, чтобы создать комфортную среду в рамках освоения федеральной образовательной программы и перейти в односменный режим, и было принято решение о передаче данного здания, которое занимало такое учреждение, как гимназия номер один, для того, чтобы провести там капитальный ремонт и все-таки решить вопрос по ликвидации второй смены конкретно в 37-й школе. Благодаря региональной субсидии обучение в ангарских школах станет еще более комфортным и безопасным. Так, часть средств уйдет на восстановление ограждений на территории образовательных учреждений. Например, в школе номер 9 уже демонтировали старый забор и в скором времени возведут новый. Работу планируют завершить к концу этого года. Аналогичный проект проводят в гимназии номер 8 и в ряде других учебных заведений. Они будут выполнены из металла, эти ограждения. Ну, более того, это, наверное, позволит сохранить и те объекты, которые создавались ранее. В частности, вот футбольное поле, площадка. На сегодняшний день, как мы видим, трава на футбольном поле уже вытоптана, скажем так, прохожими. Поэтому это сохранит их состояние, наверное. Ну и, наверное, доступ не будет ограничен. Будут сделаны калитки, будут доступ жителей к этим объектам, которые будут на территории школы, он также будет сохранен. Помимо этого, все ангарские школы оснастят камерами видеонаблюдения. Это поможет отследить, в какое время пришел и ушел ребенок, а также выявить посторонних лиц на территории учебных заведений. В школе номер 24, например, уже установлено более 60 устройств, видеофиксация и модернизация в этом направлении будет продолжаться. Это учреждение является одним из лучших в области и находится на особом счету. Недавно четыре воспитанника школы посетили Дальневосточный педагогический форум в центре «Океан», где постигали азы профессии преподавателя. Дети действительно приехали с положительными эмоциями. Они были довольны, получили множество впечатлений. И некоторые дети всерьез задумывались о том, чтобы быть педагогами. Особое внимание будет уделено созданию инклюзивной инфраструктуры. На средства региональной субсидии школы смогут установить пандусы и приобрести специализированный транспорт для перевозки учащихся с ОВЗ. Как отмечают специалисты, некоторые учреждения ждали этого события годами. Глобальная модернизация школ позволит создать все условия для возможности самореализации детей и развития талантов. На сегодняшний день разыгран конкурс. И в рамках подвоза детей приобретено два автомобиля. Эти автомобили будут использоваться для организации учебно-воспитательного процесса. Детей-колясочников. И будет организован подвоз в шестую школу, которая практически и осуществляет обучение этих ребят. По словам специалистов, сфера образования постоянно развивается, а органы власти на различных уровнях помогают ей в этом. Но главный капитал и ресурс любого учебного учреждения – это преподаватели. Ведь именно в их руках будущее нашей страны. Мария Константинова, Оксана Крикунова, Дмитрий Новопашин. Местное время. Завораживающие танцы, душевные песни и декламации. Во Дворце культуры «Современник» состоялся благотворительный концерт, где артисты – педагоги и воспитатели, а зрители – их коллеги и родители учеников. Необычное шоу посвящено сбору средств на возведение памятника учителя. Яркие моменты праздника в нашем следующем сюжете. С добрых и ностальгических песен начался концерт, организованный во имя благой цели. Хор преподавателей Ангарского округа исполнил как современные хиты, так и композиции собственного сочнения. Музыкальные номера сменились выразительным прочтением отрывка незабвенной поэмы Твардовского Василия Тёркина. Яркое шоу продолжил хореографический ансамбль «Весна». Их постановка «Солдатка» о нелёгкой судьбе женщины в годы войны вызвало у зрителей живые эмоции. Каждый танец словно выстрел в сердце. Страх, сожаление и надежда. Артисты показали весь спектр человеческих эмоций через движение. И так на сцене развернулась правдивая и яркая история под названием «Жизнь». «Возвратись, моя надежда, зёрнышко моё, зорюшко моя, горюшко моё, где же ты?» Трогательные военные песни исполнила замдиректора по учебно-воспитательной работе школа номер 14 Дарья Гармс. Сильный голос молодой и энергичной преподавательницы затронул у слушателей самые глубокие струны души. По окончанию номера бульной овации ещё долго не утихали. «Алексей, Алёшенька, сынок!» «Алексей, Алёшенька, сынок!» «Алексей, Алёшенька, сынок!» «Словно сын её услышать мог» Одним из самых захватывающих номеров на сцене стало показательное выступление военно-патриотической школы «Мужество». Непростые акробатические трюки, для которых необходима хорошая физическая подготовка и смелость, приковывали взгляды. Аншлаг в зале и праздничная атмосфера. По окончанию концерта лица зрителей озаряли улыбки. Гости торжества говорят, с такими талантливыми педагогами задача воспитать творческих и добрых людей точно будет выполнена. Девчонки так замечательно пели. И Татьяне Николаеву спасибо большое, что она организовала именно. И всё повысроила, весь концерт замечательно. Не затянулось, ничего вот вообще. Очень талантливые учителя, очень талантливые все педагоги. Там была обширная программа, мастеров, учителей, воспитателей, всех поздравляли. Но, правда, гордость переполняет, на самом деле, за профессию. По словам начальника управления образования Ларисы Лысак, благотворительный концерт помог собрать более 300 тысяч рублей. Напомним, торжественное открытие мемориала, посвященного учителю, состоится в Ангарске уже 5 октября у педагогического колледжа. Артур Чарчиди, Оксана Крикунова, Александр Черник. Местное время. По дворце ветеранов «Победа» юбилей отметили работники Центра социального обслуживания «Веста». Учреждение специализируется на помощи детям и взрослым с ограниченными возможностями здоровья. Подробности у моих коллег. В зале более 150 сотрудников учреждения, а на сцене творческие коллективы дворца. Встреча не случайная. Комплексный Центр социального обслуживания населения «Веста» празднует свой 35-й день рождения. Ежегодно почти 7 тысяч граждан обращаются за помощью в наше учреждение, и все они получают профессиональную помощь. Неважно, либо это гражданин, который нуждается в социальном обслуживании на дому, либо это ребенок-инвалид, который приходит к нам на полустационарное социальное обслуживание. Граждане, которые оказались в трудной жизненной ситуации, обратились за срочными социальными услугами, либо родители детей обратились к нам за путевкой в оздоровительные учреждения. Наталья Семенова уже 17 лет занимается реабилитацией детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Специалист признается – работа сложная, но любимая и очень интересная. Трудностей, конечно, в такой категории граждан очень много. Трудности, если профессиональные, то можно сказать, что не так просто найти кадры, которые действительно искренне любят свою профессию и готовы работать в таких сложных условиях. Потому что работа с семьей, которая воспитывает такого ребенка, очень сложна. И найти именно профессионала своего дела очень нелегко. Социальные работники, психологи, педагоги, логопеды, специалисты врачебной физкультуры – все они помогают детям-инвалидам, их семьям и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Поздравили юбиляров и первые лица округа. Я хочу пожелать, конечно же, вам профессиональных успехов, пожелать терпения, пожелать сохранить ту доброту, то сопереживание, которое у вас присутствует. Хотя это, наверное, очень трудно работать с категорией людей, которые в чем-то нуждаются, в чем-то несчастны. Я хочу пожелать вам здоровья, благополучия, вам, вашим семьям. Ангарск вас искренне уважает и любит. Спасибо вам за вашу работу. За 35 лет Центр Веста для многих жителей округа стал не просто помощником в трудной жизненной ситуации, но и вторым домом. А специалисты – словно родные люди, способные поддержать не только добрым словом, но и делом. Мария Константинова, Вероника Васильева, Александр Черник. Местное время. Художественная панорама. В Ангарском городском музее открылась традиционная выставка работ учащихся школ искусств. На ней представлено около 200 творений и у каждой свой стиль. Классика, модерн, декоративное панно, фигурные композиции и жанровые картины. Увидеть живопись довелось и моей коллеге Анастасии Москаленко. Юная художница Ольга Доставалова первый раз в жизни взяла кисть в возрасте 7 лет. Девушка черпает вдохновение у природы и любит тему мифологии. Отсюда и пришла мысль создать в своем дипломном проекте картину «Иван Купала». Произведение писалось около полугода. На самом деле не очень сложно, но самое сложное – это все-таки вода. Потому что вот эти вот переливы воды – это трудно. Посмотреть на картины пришли и те, кто только начинает свой творческий путь. Две ученицы художественного училища номер один – Алина и Вика – на выставке почерпнули для себя новые идеи и техники. Мне очень понравились такие работы, где много всякого фэшена и необычные. То есть не просто натюрморт, яблоко, кувшинка, а по типу где всякий хаос и все такое. Для творческого роста участие в таком мероприятии молодым художникам просто необходимо. В этом уверены и сами преподаватели, которые контролируют создание картин от и до. У моих учеников здесь представлено семь человек. Темы были разные. То есть это и школьные сюжеты, и сюжеты из жизни ангарчан, то есть уголки города, например, такая тема была. Есть работа, которая по прочитанным произведениям, то есть это иллюстрация книги. Есть работы, которые выполнены. Ну так есть у каждого ребенка есть свой стиль. Лучшие преподаватели художественных школ на мероприятии отмечены благодарственными письмами и грамотами. Полюбоваться на работы юных дарований могут все желающие. Выставка продлится до 21 октября 2023 года. Анастасия Москаленко, Дмитрий Новопашин, Руслан Ульмасов. Местное время. Это были новости пятницы. О культурных событиях региона и как с пользой провести выходные вам расскажет Мария Константинова. Ей слово. А я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Культура. Это мировая кладовая прошлого всех народов. Михаил Пришвин. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире новости культуры. Поговорим о пище для души и усладе для сердца. Иркутский ТЮЗ отправился на гастроли по региону. Коллектив побывает в рабочих поселках Чуна, Лесогорск, а также в городе Нижнеудинске состоится 8 представлений. Состав гастролеров 15 человек, включая артистов и технических работников. В программе два спектакля – женский разговор по рассказу Валентина Распутина и народная сказка «Коза Дереза». А в Ангарске на уходящей неделе прошел пятый муниципальный фестиваль «Байкальские мотивы». Центром притяжения для тех, кто любит священное озеро, традиционно стал Дворец культуры «Энергетик». Коллективы в танцах продемонстрировали мощь и колорит местного народа. Помимо ангарских дворцов культуры, Дворец культуры «Нефтехимик», «Современник», Дворец культуры «Энергетик», который проводит этот фестиваль, у нас участвуют школы искусств и приезжают гости из Одинска, приезжают гости из Саватеевки, поэтому фестиваль набирает обороты и расширяет свою географию. Мир графики. Ангарчанин, художник, графист, преподаватель в одном лице. Дмитрий Меркулов открыл свою персональную выставку в стенах школы искусств номер два. Здесь он преподает свое направление молодым талантам. Поздравить автора и наставника с ярким событием собрались воспитанники школы и друзья. А сейчас информация для тех, кто планирует культурный поход в ближайшее время. В субботу 30 октября в ДК «Энергетик» в 15.00 большой концерт, посвященный дню рождения Иркутской области. В этот же день здесь же в 18.30 дискотека «Молодежный движ». 1 октября в 2 часа дня в отделе искусств Центральной городской библиотеки музыкальная программа «Романсы о любви». В этот же день и в это же время в «Энергетике» концерт, посвященный Дню пожилого человека «Праздник мудрости». Во вторник, 3 октября в детской школе искусств номер два концерт «Напомним музыкой сердца». Начало в 18.00. 5 октября в читальном зале Центральной городской библиотеки в 3 часа дня мастер-класс «Кудесница» для лиц старше 55 лет. Лес точно терем расписной, лиловый, золотой, багряный, веселой пестрой стеной стоит над светлою поляной. Березы желтою резьбой блестят в лазуре голубой, как вышки, елочки темнеют и между клёнами синеет. Стихами Ивана Бунина завершим сегодня выпуск. Осень многие считают одним из самых мрачных времен года, однако именно она – настоящее буйство красок. Из падающих листьев можно сделать роскошные букеты и пейзажи. Я желаю вам бодрости духа и гармонии. Помните, в любой ситуации нужно вести себя культурно. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok